Я вам расскажу одну историю. Я здесь с одним человеком говорил недавно. И он мне сказал, что вот его родственница некая, у нее была, она таких была вполне молодая, умеренно левых взглядов и вращалась в нееврейской среде. И вот 7 октября она тут же почувствовала, что какой кошмар, а все ее нееврейские друзья сказали, да ладно, фигня, главное, чтобы в газе не было плохо. И она была в шоке, жутком и ужасе. В результате этого стала искать еврейскую аудиторию. И все замечательно. Нашла себе молодого человека еврейского. Благодаря тому, вот вам и сказал. Теперь открываю я, ну я не открываю, неправильно. Вижу я в фейсбуке обложку журнала Атлантик. Атлантик это самый такой старейший почетный журнал Америки. 150 лет ему там и больше, и в Бостоне издается такой интеллектуальный, интеллектуальный. И титульный лист, обложка написана большими буквами. Золотой век евреев Америки кончился. И дальше этому посвящен номер. То есть кончился. Что ж такое? Как же так? Ответ. Они всегда думали, что это навсегда. Вот те самые либеральные евреи, которые читатели Атлантика. Это не аэто доксальные евреи. Это либеральные евреи. Это их чувство выражает. Что, в общем, их друзья, их леволиберальные друзья, их предали. Поэтому. Ну да. И они, соответственно, возвращаются к еврейскому. То есть. Или наоборот они выходят. Окей. Кто-то уходит со всем, кто боится. А кто-то, кто небезнадежен, тот возвращается на этом. А как мне здесь рассказали. Например, в Канаде. Опять, значит, это я только по рассказам знаю. Что основная масса канадского еврейства. Это консервативное еврейство. Ортодоксы, как сказать, небольшая группа. Консервативная. А реформисты тоже небольшая группа. В отличие от Америки, где реформистов больше. Но вот эти реформисты, оказывается, раскололись на тех, кто поддерживает сионизм. И тех, кто против сионизма. Есть реформисты, которые за сионизм. Хоть мы реформисты, но мы за государство. И 7 октября это ужасно и нужно нам защищаться. А есть те, кто сказал, мы больше не это самое, не сионисты, вообще уходим. Но этот раскол поможет сохранить тех, кто не безнадежен. То есть, это все в конце концов хорошо. Как это не покажется ужасом. Как вам не покажется ужасом. Я вам должен сказать, у меня есть такой хороший знакомый, который боевой офицер. Части, которая быстрого реагирования. И который, кроме того, еще аналитик в неком аналитическом центре. Какой-то он писатель. Такой человек. 7 октября. Это шаббат ведь был. И семхаттара. Живет он в Маля-Дубине. Он говорит, вот прямо перед молитвой, там. 7 где-то там. Тя, пол, восьмого. Так, выхожу я, значит, кофе выпить перед молитвой. И вдруг слышу сирену в Иерусалиме. И, говорит, мать отец мой говорит. Это что-то не то. Это сирена настоящая. Срочно иди смотри. Говорит, срочно поднимаюсь к компьютеру. Вижу, у меня уже ли это самое сообщение. Приезжай. Все, говорит, немедленно все бросаю. Беру автомат. Все кидаю. Сажусь в машину. Еду в Иерусалим. Значит, это самое. Через два часа он уже воюет в газе. То есть, какой человек, просто, чтобы понять, кто это такой. Этот человек, говорит, нас спасло 7 октября. Потому что намерение их было ударить со всех сторон. То есть, и Хамас, и Хизбалла, и из Иудеи и Самарии. Нас спасло то, что они ударили в разновой. У них произошел слом системы. Хамас решил начать. И он решил начать по своим причинам. И все остальные на него дико злы. Что он решил начать и сорвал. И сорвал. Возможно. Знаете, что было бы, если бы напали с трех сторон на военную. Но на севере сейчас тоже не слабо. Да, но это совсем другое дело. Понимаете? Одно это там перестыелкам уже давно подготовились. Эвакуировали население. Там это все другая ситуация. Там действительно, там фронт. Но одно это фронт, а другое нападение неподготовленное. Если бы то, что было бы с трех сторон, было бы чудовищно. Поэтому мы не можем знать, на самом деле, как это разворачивается.